здравствуйте уважаемые зрители и гости моего канала получила посылку с сайта iherb номер 4 за август месяц посылка дошла очень быстро за три дня забрала ее в отделении новой почты сейчас идет акция 10 процентов скидки по промокоду до конца августа очень много скидок очень много акций до конца месяца будет скидка выходного дня на этот на эти выходные 10 процентов на биологические добавки now foods что очень редко бывает и очень пользуется всегда ажиотажем потому что марка очень популярная скидка на нее очень редко делается она в акционные вообще товары редко попадает поэтому нужно пользоваться моментом плюс еще 10 процентов скидка по промокоду который я оставлю под видео и используйте еще мой реферальный код sgs024 по очереди вводите в мой реферальный код плюс промокод и дополнительно получаете скидку 10 процентов при первом заказе и дополнительные скидки по акциям тоже мой код может давать смотрите это в корзине сейчас я расскажу что у меня здесь из косметического было дезодорант freedom я уже заказываю 3 это мое открытие года я вот уже использовала бергамот мята мне его хватило на все лето наверное я не помню когда его заказывала мне кажется что почти на три месяца мне его хватило это дезодорант он похож чем-то на шмидц но по структуре он приятнее и самое главное по действию у него действие лучше всех дезодорантов которые я пока встречала у него и подсушивающее действие есть и запахом он на сутки наверное точно справляется в любую погоду в любую температуру в любую жару при любой интенсивной нагрузке или спокойной и и самое главное что здесь очень правильный натуральный состав без всевозможных без алюминия здесь он на основе соды поэтому осторожно для чувствительной кожи без алюминия парабенов талатов натуральные ароматизаторы масла здесь входят в него в составе есть сода поэтому надо осторожно его использовать после бритья или если чувствительная кожа поэтому надо тестить его после бритья сразу и лучше не использовать дать отдохнуть хотя бы сутки кожи а потом уже использовать можно воспользоваться или другим дезодорантом или на ночь это делать ну в общем как-то приспособитесь а я еще заказывала вот такой для чувствительной кожи потому что думала что его можно будет использовать после раздражения какого-либо кожи но у него такое же действие может быть покраснение вызываться но защищающее действие у него мне показалось хуже поэтому вот этот для чувствительной кожи он без запаха и вот он с голубой глиной вот такой у него по этому цвет по структуре он мне кажется немножечко даже нежнее меньше видимо там соды в составе возможно поэтому у него и слабее действие но он тоже все равно отлично действует лучше всех других дезодорантов которые я испробовала у него также нету в составе парабенового алюминия не тестируется на животных нет салатов и без глютена он то есть он подходит практически всем кто следит за своим здоровьем все компоненты органические на первом месте тапиоко крахмал потом кокосовое масло сода глина пчелиный воск и масло шинь нету ни одного компонента химического никакого а вот который не для чувствительной кожи у него если у этого где-то на третьем месте сода или на четвертом то этого сода после крахмала сода идет на втором месте поэтому возможно он и посильнее из остальные стопроцентно натуральные ингредиенты и вот я который брала первый это бергамот мята здесь натуральные масла бергамота мяты вот и так как он мне очень понравился так как он очень длительного применения я вот раньше real purity использовала который у меня бы за месяц полтора заканчивался то этот конечно там на доллара 4 дороже но действует он очень длительно его хватает я заказал в этот раз персик и ладан по моему франкенсенс сейчас посмотрим запах здесь преобладает персика вот немножечко сейчас жарковато он как маслянистый но ничего не потек не растекся не вытек вот так он выглядит запах приятный персиковый но у него нет яркого выраженного запаха он не будет перебивать ни духи не как-то доминировать его практически не наносишь и не слышно поэтому какой-то приятный запах чисто для эстетического удовольствия здесь есть состав здесь будет я думаю такой же как вот этот который бергамот вот этот бергамот мята тоже очень хороший запах ну очень кстати свежий у него хороший запах такой вот так он выглядит уже использованы до конца то есть там немножко еще осталось внутри он получается выдавливается вот это выкручивается такая ролик здесь и выдавливается за счет вот такого пресса такого как бы и немножечко там осталось то что принципе его можно и достать там оттуда было бы желание так что я в восторге от этого дезодоранта буду его заказывать другие запахи и ароматы но смысла нет заказывать я так поняла для чувствительной кожи потому что у него действие просто чуть-чуть слабее но если после бритья его наносить все-таки может быть раздражение поэтому показываю просто что есть разные варианты там я уже три использую один использовала полностью а этот у меня еще почти целый вот он его столько почти вот больше чем вот этой линии вот я им тоже пользуюсь периодически по очереди для разнообразия с удовольствием буду пользоваться вот этим персик с ладаном ну ладана я не слышу кто боится этого названия ладана здесь не слышно по моему там еще есть кто любит лаванда там еще лаванда по моему есть рекомендую это дезодорантом однозначно он понравится всем я думаю особенно те кто кому полюбился шмидц он намного лучше с шмидц он все таки там арома масла эти добавлены у него структура все-таки не идеальная он жирноватый может следы оставлять и все этот вообще никак не и на одежде он никаких жирных следов не оставляет нет от этого ощущения жирности просто в этот момент когда дело заказ были флеш скидки я всегда смотрю перед заказом что там можно в течение двух часов какая-то идет акция хорошая с большой скидкой так как я пользуюсь этой зубной щеткой доктор танкс ионная зубная щетка я всегда беру запаски и на этот раз мне удалось даже со скидкой взять хотя у меня еще одна по моему в запасе есть но они всегда нужны мне очень нравятся вот эти зубные щетки я уже несколько лет только ими пользуюсь ничего не больше не хочу потому что они решили проблему с чувствительностью кровоточивостью десен они не повреждают десны хорошо вычищают ионная зубная щетка вот которая она получается съемная здесь насадка вот эта щеточка так как на картинке здесь такая металлическая пластина которая когда ее немножечко она намокает от воды и она сразу срабатывает есть кнопочка можно проверить заряд батареи вот и ионизация идет можно кстати этой зубной щеткой пользоваться без зубной пасты и самое главное что очень классные щетинки на не знаю как там вот это и он и это не проверишь но наверное тоже это все хорошо работает очищает зубы у нее средняя жесткость вот эти вот правильные такие заостренные щетинки хорошо она чистит больше таких вариантов я пока еще найти не могу я уже наверно не знаю сколько лет но я ее не меняю там вроде писали что за год может заряд закончится ну я уже даже не помню я ее ни разу еще не не меняла я очень давно ее купила и за это время так и не разрядилась при регулярном использовании она так и не разрядилась у меня еще вот здесь наборе две щетки и две запаски к щетке и сама щетка тоже есть продается отдельно можно купить щетку а потом уже докупать запаски доктор танц марка делается эти щетки в японии изготавливаются японская какая-то технология но у них в этой марки и в разных странах например не для зубов у них по-моему в италии делать делала на в японии но дистрибьютор получается сша так что могу рекомендовать тоже это постоянно покупка это не эксперимент и полюбился мне цикорий вот этот он такой грубая грубого помола с приятными разными ароматами этот я взяла по-моему впервые я такой заказываю с фундуком 75 процентов органический очень классные цикорий он всегда идет с разными ароматами и в принципе каждый аромат который я пробовала там с ванилью какой-то еще пробовала все мне нравилось не было еще такого чтобы что-то было амаре это еще там заказывал такой крупной помолки насколько я знаю в америке любят крупного помола кофе пахнет очень приятно здесь на самом деле если его заваривать просто в чашке я его по разному заваривала и варила его в кофеварке варила здесь кусочки есть миндаля поэтому если даже заварить чашки тоже очень приятно допивать и попадаются орешки можно его до конца практически съесть органический кэроп потом здесь органический цикорий органический барлей не помню что это такое финики для подслащивания принципе можно даже сильно не подслащивать он сладковатый миндаль органические фиги это у нас инжир тоже для подслащивания и натуральный ореховый экстракт у меня еще остался предыдущие тоже там я разные вкусы беру постоянно принципе мне его наверное на месяц может и хватает здесь вот такая наклеечка можно заклеить его чтобы он не выдыхался в основе я его на прищепке держу никуда не пересыпаю всегда у меня несколько вариантов стараюсь чтобы было принципе я его не каждый день сейчас так как я сахар перестала есть я уже кофе не пью и чай как-то у меня отпал это и хорошо потому что всевозможные чаи если вы любите чаи они содержат дубильные вещества если вы хотите занимайтесь своим здоровьем вы рано или поздно должны понять и прийти к тому что вам дубильные вещества нельзя все дубильные вещества которые содержатся в черном чае в зеленом чае в таких напитках растительных ну травяные чаи то понятно там своя полезность там идет защелачивание и лечение как бы идет но в основном если вы любите зеленый зеленый черный чай всевозможные там пусть они там с ароматизаторами с какими-то правильными вы все равно постепенно портите себе здоровье потому что содержащиеся дубильные вещества они воздействуют на кишечник приглаживают вот эти ворсинки и получается то же самое что есть хлеб например если вы там отказались от хлеба от сахара и продолжаете пить чай то вы себе наносите большой урон и рано или поздно вы все равно к этому придете у меня естественным путем я отошла от чая потому что я раньше пила просто зеленый чай я считала что без него я проснуться не могу потом я зеленый не смогла пить у меня началась как это неприятные ощущения но головные боли какие-то с утра я убрала зеленый чай заметила да что все-таки то он влиял потом я думала что без черного чая не могу так как я кофе не пила как кофеин получала видимо давление поднимала сильно он поднимал давление и мой организм от стал отказываться от черного чая и когда я перестала пить черный чай одновременно я и сахар перестала пить потому что чая черный любила с лимоном добавлялось что сладкое сахар и так как уже вот это все отпадало и от полосам чай сам организм мне уже говорил что все стоп хватит ну и бросив чай в принципе я сбросила давление где-то на 15-20 единиц вот не пьют черный чай никакой не полезный не не самый лучший не самых дорогих сортов все это и игрушечки и заигрывания со своим здоровьем поэтому говорю собственно опыта понятно что мне такая информация тоже когда-то когда попадалась я не представляла как это все изменить ну по крайней мере и в штыки я ее не воспринимала и понимала что да рано или поздно надо будет завязывать наркотическими привычками кофеину потому что вам может казаться что у вас какая-то активность такая вот такие активные пьете чай пьете кофе там на кофеине но эта активность она очень пагубно при этом влияет на сердце сердечно-сосудистую систему и у вас будет нервы как тряпки со временем еще будет кофеиновая зависимость у детей она с детства потому что мамашки ходят с кофейными чашечками сейчас на улице это все вредительство как бы распространено стоят ларьки киоски вот раньше такого не было не было такой моды ходили с пивом было бы модно ходить но надо думать своей головой думать не только о себе и о детях потому что кофеин попадает в кровоток и все чем вы питаетесь то вы кормить ребенка этот цикуре мне очень нравится хороший я все виды почти уже хочу попробовать еще не все попробовала там очень много их видов у них кстати там еще какие-то появились и мини версии можно попробовать но она неудобно не выгодно здесь получается 312 грамм а там грубо говоря 3-4 порции за 3 доллара это даже больше можно сказать к бадам относится это яблочный уксус марка видер спун яблочный уксус с манукомедом 16 к факторов манукомед это очень полезный мед ну конечно его здесь немножко яблочный уксус тоже полезно тем более натуральный яблочный уксус у нас такого не купишь он подслащен получается новозеландским этим манукомедом но манукомед это из чайного дерева я так понимаю делается это очень полезный мед на и хэрп он есть если брать в высоких факторах по моему после 25 он уже имеет очень сильно целительное лечебное действие как для кожи его можно использовать так и для внутреннего применения самое такое явное то что я знаю что делать манукомед он лечит выгоняется организма холикобактер так что некоторые даже лечит холикобактер по поддерживают организм но в принципе холикобактер она боится еще щелочной среды возможно манукомед очень хорошо это делает несмотря на свою сладость еще кстати недавно попадалась информация что если вы боретесь с холикобактером с язвой желудка или перед раком желудка то это может быть нехватка йода если у вас было бы в желудке достаточно йода то он бы полностью бы истребил холикобактер которая приводит к этому вот во всем и причина поэтому не надо сильно использовать дорогие химические препараты антибиотики потом после антибиотиков надо использовать заселять микрофлору кишечника тоже это очень много денег будет просто попробуйте такие натуральные средства манукомед он еще очень хорошо для иммунитета если его по ложечке в день принимать во время простуды тоже можно написано что это сырое сразу слышно запах и яблок и немножко медовый очень вкусненький немножко сладко сладковатый привкус даже имеет из-за меда я думаю что если вот смешивать с водой будет очень даже вкусно как яблочный сок тем более это очень полезно мед действительно слышится даже вот я один там граммчик попробовала получается органический яблочный сидор винегар яблочный уксус сырой монофлорный манукомед 10 процентов и сырой еще какой-то там лесной по моему мед из всех видов уксуса которые я на сайте хотела мне этот приглянулся по своему качеству составу и принципе по цене яблочный уксус рекомендуется принимать натощак одну столовую ложку смотрите по своему состоянию можете с чайной начать он нормализует кстати кислотность в желудке даже если есть и жога тоже он помогает яблочный уксус очень сильное защелачивающее действие его кстати еще используют люди когда надо сильно защелачивать организм чтобы выбраться из какой-то болезни чем яблочный уксус многие рекомендовали это как бы не новая целые книги есть я об этом давно слышала у меня кстати есть яблочный уксус но качество я сама как бы ничего не научилась делать нет у меня сада скажем так яблочного хотя можно из небольшого количества яблок делать по цене будет я думаю это даже выгоднее чем покупать магазинский там с консервантами ну я вот беру нас какой подороже там итальянский например уксус ну как-то стрёмно его пить все равно все равно не сильно натуральный то что у нас продаются вот и хотелось такой приближенный к домашнему уксусу и вот мне кажется вот этот будет ближе всего тем более с медом манука ну как бы вообще вверх наслаждение будет хватит его в принципе надолго как закончится можно еще баночку купить по вкусу мне он уже понравился мне кажется очень вкусная будет водичка такая яблочным уксусом вы можете хорошо защелачивать организм он тоже будет несмотря на свою кислоту он будет нормализовать нормализовывать ph нам не надо ph сильно увеличивать сильно защелачивать потому что у нас должна главное быть норма ph у нас все равно из-за того что мы неправильно питаемся например или едим варенку вареную пищу всевозможную жареная организм очень сильно закислен а в закисленной среде получается очень много разводится паразитов очень хорошая среда для них для микробов грибков им очень классно плавается в этом организме они как в спа принимают постоянно процедуры из вашей еды вредной и вам плохо а им хорошо так вот если вы хотите чтобы было наоборот и чтобы вытеснять с организма болезнетворные всевозможные бактерии приводить кровь к здоровому ph то что будет делать уксус можно добавлять просто в пищу салаты это тоже будет прием этого уксуса более такого натурального можно конечно делать лучший вариант самим с органических яблок своих там уксус но я пока еще не научилась у меня как бы нет условий кстати его можно еще принимать с я почему в бады раздел бадов не поместила потому что ну все таки это больше к еде с алоэ вера можно принимать тоже смешивать у кого проблемы с пищеварением с кишечником то алоэ вера имеет немножко такой слабительный эффект хотя я принимала алоэ вера и такого не заметила но возможно у кого есть проблемы тот почувствует у некоторых может вызвать диарею тоже но это такое смотрите по своему организму начинайте с чайной ложки кто-то пьет по столовой ну вообще тут надо тут кстати всего лишь по той дозе которая вообще рекомендована 4 порции вообще-то идет рекомендовано здесь от 30 до 200 чем-то миллилитров в день до 236 миллилитров но достаточно я думаю будет 1-2 колпачков день и даже 1 потому что он тогда у вас закончится за четыре дня этот алоэ вера от над начало своей марки сок единственная минус этого алоэ вера я его взяла потому что хорошие отзывы и пишут что он очень похож на от гербалайфа алоэ вера но я не чего не использовала марки гербалайф бренда у нас гербалайф как такое ругательное какое-то слово потому что в какой-то момент как и все сетевики алоэ вера его и да кстати до сих пор спекулируют на алоэ вера очень дорого продают на и херб самые выгодные цены есть очень много марок на которые вас перетягивают что там алоэ вера лучший но самое главное что вы должны знать это об алоэ вера что его должны делать из внутреннего геля вот этого алоэ вера собрально изготовленный у него срезается вот эта жесткая часть листа и берется только внутренняя часть листа потому что есть информация что вот эта верхняя часть листа она даже может быть вредна для здоровья даже приводить к раку не знаю насколько это правда так вот вот этот алоэ вера единственный который не указывает с какой части листа сделан он надо наверное производителю писать я на свой страх риск взяла его попробовать но так как здесь нету такого указания придется брать какой-то алоэ вера которым это указано просто по моему влече не было тот момент пломба не сорвана он не протекает все хорошо все запечатано открыть очень тяжело это очень хорошо что очень сильная пломба пахнет как обычно пахнет алоэ вера его надо разбавлять конечно воде сейчас я просто его попробую там читала что мы горький он какой-то такой немножко кисленький да он немножко имеет кисловатый вкус но здесь добавлены еще немножко с водой разбавил но здесь добавлены и получается в вода здесь на первом месте вода идет у это как гель ну концентрат геля разбавленный получается в дистиллированной воде алоэ вера сок листа ну вот не указано внутренней части или всего листа вот это его минус как бы там его не хвалили но многие просто не знают что не надо использовать верхнюю часть и вот многие марки алоэ вера это указывают но я когда об этом узнала стала приглядываться действительно есть такая пометка и еще здесь лимонная кислота что должно добавляться все равно как консерв для консерванта алоэ вера его используют не только для внутреннего применения его еще используют для масок делают тоники из него размешивают глину с ним в общем для косметических целей можно протирать лицо в общем очень много лута как алоэ вера входит во многие косметические препараты можно сказать очень множество применил алоэ вера еще имеет противораковый эффект он очень хорошо очищает кишечник а чистый кишечник это залог здоровья поэтому в тандеме с яблочным уксусом алоэ вера очень классно принимается их можно вместе есть на сайте еще алоэ вера гель я вообще хотела гель заказать у меня прошлый раз тоже я перепутала сок заказала алоэ это я сок заказала но гель я почитала я так поняла по составу что там все равно будет загуститель желирующий потом его вы еще будете с трудом доставать банки выковыривать все-таки в жидком виде это выгоднее и меньше всяких всевозможных какие-то дополнительных ингредиентов которые возможно нехорошие для вашего здоровья поэтому я все-таки остановилась на соки буду заказывать сок желательно его принимать на регулярной основе ваших каких-то коктейли можно добавлять можно говорю что и в косметических целях очень можно с яблочным уксусом можно как угодно добавлять ну лишь бы вам вкус нравился можно найти просто свою марку найти раз в принципе марка хорошая но вот они не указывают какая часть листа используется в этом препарате ну такой был обзор у меня косметики и немножечко продуктов таких здоровых продуктов скажем так еще у меня будет обзорчик с бадами спасибо за внимание спасибо что смотрите мои видео и подписывайтесь на канал оставляйте комментарии добрые отзывы вставить и лайки и дизлайки хорошая обратная связь по-любому спасибо за внимание всем здоровья до свидания